Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не так давно невропатолог послал меня на МРТ головного мозга. Ну просто для профилактики я у него лечил энцефалопатию. И вот на МРТ врачам показалась подозрительной лобной доли. Заподозрили ангиому, переделались контрастом, написали признаки ангиомы. То есть опять не точно есть она или нет. Посвятила нейрохирургу. Он кое-как увидел немножко подозрительный участок мозга и сказал, что опять нет точной уверенности в наличии ангиомы. Только 20%. Поэтому надо еще сделать КТ для еще большего уточнения. Врач сказал, что если на КТ ангиома посмотреть, то нужно будет делать операцию на мозге, удалять эту ангиому. Мне страшно, мне не хочу сделать операцию, что мне страшно представить, что со мной будет после этой операции, как долго я буду устанавливаться. Упаси Бог, башка будет потом долго болеть. Доброе, в коленях боюсь запрета на интим. У меня гиперсексуальность, я не приношу воздержание от слова совсем, так как мои органы выворачивают наизнанку от нечеловеческих мук. Вот ей-богу, смерти я боюсь меньше. Мне ужасно страшно, что ангиома подтвердится, и у меня будет жесткий выбор либо операция, либо смерть. Я боюсь не только воздержания, но и всех остальных поболочек. Главных более несколько месяцев нарушения когнитивных функций. Еще я читала, что операции именно на лобных долях могут вызвать гиперсексуальность. Я сейчас еще более-менее живу. Мы любили в балла до уровня более-менее совместимого с жизнью. Но раньше все было куда более серьезнее. Я посещала психолога, несколько лет пила лекарства, сбила либидо до приемлемого уровня. Мне бы не хотелось опять стать озабоченной. Тогда я еле сдержался от суицидов. И вот, думаю, приоперирует мне мозг, а вдруг гиперсексуальность вернется. Я этого не видеться. Подскажите, как быть? Я дико боюсь эту операцию. Не хочу. Я бы лучше. Ладно. Я просто обязана жить. У меня растет дочь. Такой вопрос. Ну, вы знаете, вот по вашему описанию, я бы сказал, да, что, ну, довольно много всего вы написали, да, и, на мой взгляд, вот то, что я почувствовал, да, это, в общем-то, огромное количество тревоги у вас. Я бы вот так это охарактеризовал. И я, конечно, не знаю всех деталей относительно вашей гиперсексуальности или биты, но мне не совсем ясна, в данном случае его природа. То есть можно ли здесь как-то говорить о том, что у вас именно физиологические, скажем так, причины, основания для наличия у вас либидо, либо же это исключительно психосоматическая реакция, ибо дело в том, это очень важный момент, дело в том, что такое описание, да, вот то, что вы описываете, я бы сказал, то, что вы описываете, может иметь и психосоматическую основу, в частности ту же самую тревогу. Конечно, всех деталей я узнать не могу, вот, и я не пытаюсь в данном случае все детали узнать. Но, в купе с тем, что вы боитесь операции, в купе с тем, что, в купе с тем, что вы боитесь, как будто вы в потере контроля. Я бы сказал, что есть основания, по крайней мере, у меня предполагать, что мы имеем дело с очень мощным таким проявлением тревожности, с очень мощным проявлением страха. И, возможно, вот то, что у вас имели место быть суицидальные мысли с непринятием себя, с, может быть, с определенным таким количеством агрессии. Вот. Возможно, даже аутоагрессия, что позже могло бы несколько пролить свет на природу, скажем так, столь активного, по вашим словам, либид. То есть, нужно понимать, что это все не без причины происходит. Да? Вот. То есть, может быть, вы и правы касательно операции на лобных долях, хотя это не точно, я так понял. Но важно то, что вы боитесь этого. То есть, опять же, вот здесь есть некоторая проблема. Дело в том, что я не знаю всех деталей. Вы в своем тексте, на мой взгляд, несколько поверхностных описали этот момент. А вот, то есть, одно дело, если вам прям, условно говоря, физически плохо, вот как вы говорите, выворачивают ваши органы. Это одно дело, один момент. И совсем другое дело, если речь идет, ну, допустим, просто, просто о, скажем так, ну, об определенной потребности, да, об определенных желаниях. Ну, вот, это немножечко другая история, я бы это все вместе бы не смешивал. Ну, вот, тоже, то, что делаете вы, ну, на мой взгляд, вы как-то смешиваете это. То есть, вы здесь как будто бы оставляете только, только, скажем так, физиологическую составляющую, да, вот. Вот, а психологическую составляющую вы как будто бы здесь вообще не учитываете. Вот, а на мой взгляд, психологическая составляющая тоже очень важна. Вот, если я прав, если я прав у вас на самом деле большое количество тревоги, да, если я прав, у вас на самом деле есть вот эта вот самая тревожность, вот, то вам нужно работать в первую очередь с ней, с ней и с агрессией своей, вот, с ней и со своей злостью, которая у вас есть, которая, вот, также, возможно, не находит выхода, ну, как и, может быть, какие-то еще другие ваши чувства, ваши эмоции, вот. Вот, если есть ощущение, что вы, что вы вот, ну, живете в достаточно серьезном, сильном напряжении, вот. Я бы даже сказал, я бы даже сказал, борьбе, вот. А, я задаюсь вопросом, я задаюсь вопросом касательно того, что вы боитесь, вы боитесь боли, ну, я имею ввиду, вот, головной боли, да, потери к инститивной функции, как вы сами так говорите. Вот, я думаю, что этот страх, он не случайный, я думаю, что не случайно вы этого боитесь, боитесь, я думаю, что есть, вот, какие-то, ну, есть некоторые основания для того, чтобы вы этого боялись, вот, и, конечно, мне бы очень хотелось выяснить, что это за основания, вот, мне очень бы хотелось понять, почему вас так это пугает, чем, чем, точнее, вас это так пугает. Вот, я пока думаю, что это пугает вас именно, вот, ну, потеря контроля, я думаю, что для вас самое страшное, это потерять контроль. Я рад был бы ошибиться, я надеюсь, надеюсь, что я ошибаюсь в данном случае, но, вот, как бы, тут, если это действительно так, то операция не решит Ваших проблем, проблем, именно, вот, с контролем, с стремлением, ну, с стремлением к контролю, вот, которая сейчас у вас, судя по всему, есть к моему большому сожалению, вот. И, соответственно, вот, нужно, на мой взгляд, с этим, в первую очередь, работать. Таким образом, таким образом, я бы сказал, что Одной из ключевых проблем на мой взгляд является то, как вы видите в своё состояние. На данный момент живёте вы, как будто бы, не для себя, а живёте вы, ну, вот, как будто бы, для своей дочери больше. Вот, что я, что, само собой является проблемой, само собой, жить ради ребёнка, жить ради другого человека, это всегда тяжело. Вот, я узнал ещё о том, что это тоже поражает тревогу, потому что тоже сделает вас, вот, ну, в какой-то, в какой-то степени, да, не свободны. Так же. Вот, такая вот история. Эээ, значит, не помню, говорил я или нет, поэтому надо записываться по вторую очередь, что, то, как вы описываете свой опыт киперсексуальности, я бы сказал, что, опять же, с психологической точки зрения, если не углубляться в какие-то детали, чисто зрения, то это очень похоже на привык, на попытку убежать, на желание убежать, на стремление от нее раскрыться, уйти. И, конечно же, снятие напряжения. Ну, на мой взгляд, это прямо очевидно. На мой взгляд, старый взгляд. Ну вот, как-то так. Значит, что еще можно вам сказать? Ну, я бы сказал еще то, что, естественно, за страхом можно работать. Вот. То есть, можно и нужно работать. Вот. А другой вопрос выключается, конечно, в том, насколько вы готовы. готовы. Да? Вот. И готовы ли вы работать? Ну, в этом направлении. Там, опять же, здесь есть свои нюансы. Вот. То есть, ну, например, есть нюансы такой, что работа со страхом, со страхами. Вот. Это работа не одного раза. Да? Вот. То есть, это работа, которая, так скажем, должна проводиться. Достаточно, ну, регулярно с вами. Вот. Кроме этого, кроме этого, страх для чего-то нужен. Вот. Ну, практически всегда. Страх зачем-то нам нужен. То есть, он выполняет такую функцию все-таки, защищающую нас. Вот. То есть, эээ, страх нужен нам, чтобы нас, эээ, нас защищать. И, соответственно, эээ, соответственно, ваш страх это, это по, эээ, во-первых, защите, во-вторых, выполняет выполнение, эээ, какую-то функцию. Вот. Так. Вам, ээээ, для, чего-то нужно, вот. Вот. Для чего-то вам нужно, вот. Вот. То есть, ну, он выполняет, вот, ээээ функцию, ну, ну, своё функцию, свою функцию. Вот. это важно понимать как мне кажется. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, заключается в том, что некоторые аспекты вашего рассказа наводят меня на мысль о том, что возможно мы имеем дело с серьезным чувством себя. Мы имеем дело с чувством себя. Соответственно есть ощущение, что отказываетесь от лечения, не желая лечиться или не желая себе помогать, вы себя как будто бы наказываете за что-то. Есть вот такое предположение еще, что вы себя наказываете. Вот, есть такое предположение, что, ну вот, что вы вот так себя вы ведете не случайно, к сожалению. Это тоже нужно проверить, потому что при тех проблемах, которые вы описываете, при том негативном опыте, которые вы описываете, при тех мыслях, которые вы описываете, это именно касается соуседарных мыслей и прочего, очень часто человек имеет дело, конечно, со стыдом. С стыдом, с аудиоагрессией, с действием, краски мартира, то есть, ну, уничтожением. Вот, и тут тоже вот есть, ну, возможно, вот такие элементы. Некоторые. Вот, все это нужно разобрать. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, все это нужно, скажем так, преследовать. Вот, все это нужно изучить, чтобы, ну, понять, что по факту, именно вот, по факту с вами происходит. Вот. Во-вторых, на мой взгляд, вам либо дают не точную информацию, или информацию, неполную информацию относительно вашего состояния, вот, либо вы, значит, сами как-то вот отказываетесь принимать реальность. Вот. Потому что, поскольку, значит, ну, как бы речь идет о мозге, да, мозг это очень серьезная штука, вот, что неточности здесь быть не может. Вот. Как касаемо лобных долей, работа с лобными долями, так касаемо ангиомы в целом и так далее. Вот. Поэтому здесь у меня, опять же, есть вот такая мысль, что либо вы как-то, ну, не принимаете, не принимаете реальность, вот, в той или иной степени, да, а, ну, отказываетесь от нее, как-то вот, пишите, пишите, бежите, может быть, от нее с одной стороны. Ага, вот. И либо там, ну, есть еще какие-то, вот, какие-то нюансы, какие-то детали, о которых я, допустим, сейчас, ну, просто вот не могу, ну, могу не знать, скажем, скажем так, да, вот. Поэтому тут, конечно, вам лучше всего будет поисследовать этот аспект и лучше всего будет тоже вот к этому моменту, ну, подскажем, скажем так, присмотреть, да, с точки зрения психолога. Вот. Если вы не были у психолога, да, какое-то время не работали с психологом, то я бы рекомендовал вам начать это делать, вот. Я бы рекомендовал вам как-то возобновить, ну, возобновить работу с, ну, с психологом. Вот. Потому что, ну, в данном случае, как мне показалось, вот, что ваша тревога, да, она, вот, совершенно, в данном случае зашкаливает, равно, как и страх, ну, как, ну, которого у вас нет места быть. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Значит, попробуйте все-таки немножко опредметить свой страх. Попробуйте, ну, максимально его конкретизировать, так скажем, да, максимально его выделить, чтобы он был как можно менее определенным, как можно более определенным, как можно менее абстрактным, вот. Попробуйте это сделать, ну, вот. Всего вам самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.